Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, в настоящее время, когда смотришь на мир, понимаешь, что приближаются его сроки. А долго ли проживет каждый из нас? Неделю или несколько десятков лет? Нет, но это все ничто перед вечностью. И вполне можно сказать, что каждый из нас стоит у порога вечности. Пройдут ли до последнего суда Божьего еще много тысяч лет? Об этих сроках знает только один Господь. Но это тоже не препятствует нам сказать, что мы стоим накануне суда Божьего. «Ибо за порогом смерти жизнь вечная, а в ней, по слову Божию, и тысячи лет, как один день». Мы слышим эти слова во втором послании апостола Петра, 3 глава, 8 стих. Вот в отношении большинства из нас можно сказать, что уже растет или выросло то дерево, из которого будет сооружен нам гроб. Так почему же мы так мало вспоминаем о конце своей земной жизни? Почему так неохотно думаем о том, что по окончанию этой жизни мы должны будем давать отчет за прожитую жизнь, отчет перед тем, кто нам ее дает? В эти дни Великого Поста и покаяния святая Церковь и хочет нам об этом усиленно напомнить и напоминает, пробудить в нас память об этом неизбежном нашем отчете перед правдой Божией. Когда люди на земле впервые услышали раскаты грома, они, несомненно, были перепуганы, а потом скоро привыкли к этому явлению природы. Когда Господь Иисус Христос впервые сказал своим апостолам о втором своем пришествии и о последнем суде, апостолы начали проповедовать об этом людям. Среди христиан было такое смятение духа, что апостол Павел должен был успокаивать их в особом послании. А потом? Потом люди привыкли к этому Слову Христову и перестали об этом напоминать себе. Вот какие, оказывается, мы пленники житейской суеты, своих страстей и земных забот, если мысль о смерти и о суде Божьем так редко приходит нам на память и не тревожит нашего сердца. Мы веруем в Господа Иисуса Христа и веруем в истинность Его Слова. Если Он сказал, что будет суд Его над людьми, истина Слова Его. Но мы не можем не видеть и других свидетельств в пользу того, что суд Божий над людьми неизбежен, и второе пришествие Христа на землю неотменно. Для чего воплотившийся Сын Божий сходил на землю, рожденный Девой Марией? Не для того ли, чтобы уничтожить царство дьявола, обновить человечество, положить начало открытию Царства Божьего на земле? Но пока нелишенный своей внутренней свободы человек продолжает грешить, Царство Божие пребывает только в сердцах отдельных праведников и верных детей Божьих. Извне мы его не видим. По-прежнему сильный притесняет слабого, хитрый, лукавого, обманывает честного. Друг изменяет другу. Брат враждует против брата. Значит, придет еще раз Спаситель мира на нашу землю, чтобы во всей силе открыть свое Царство на земле, в котором будет обитать только чистота, свет, мир, любовь, радость. Верным залогом Второго пришествия Христова и Последнего Суда Божьего служит Крест Господень, которому мы поклонялись на уходящей неделе. Если правосудие Божие потребовало такого страшного наказания за грехи человека, какое понес Господь Иисус Христос, то могут ли оставаться безнаказанными наши грехи, совершаемые нашей свободной волей? В них мы дадим отчет на этом суде Божьем. И подтверждением слов Христовых о последнем Его суде является и частный Его суд над людьми, совершенный и в годы Ветхого, и в годы Нового Завета. Вот вспомним, когда в дни Ноя нечестие и пороки разлились по земле грязной, зловонной рекой и потопили все чистое и богоподобное в людях, Бог попустил водами потопа покрыть всю землю и спасся только Ной со своим семейством. А когда в городах Содоме и Гаморе не оказалось ни одного человека, в сердце которого жил бы страх Божий, и была бы хоть искра добра, Господь попалил огнем эти города. И когда Иерусалим распял своего Господа на Голгофском кресте и по слову Христа не узнал посещения его, когда он отверг проповедь о Царстве Божием, о мире, любви, покаянии, Господь Бог поразил Иерусалим страшной бедой через несколько десятков лет после воскресения Иисуса Христа. Город был разграблен римлянами. Многие сотни тысяч уведены в тяжкий позорный плен. Не осталось в городе камня на камне. Если правосудие Божие так попускает за грех человеческий, то можем ли мы избежать ответа перед Судом Божьим за свои собственные грехи? И что скажет нам Спаситель? Я не требовал от вас таких подвигов. Их добровольно на себя брали те, кто ощущал в себе силу Духа и кто носил в себе огромную любовь ко мне. Я ждал, что вы будете исполнителями тех моих заповедей, которые не только по силам вам, но исполнение которых доставляет человеку огромное счастье. Об этих моих заповедях я сказал, и об этом мы читаем в Евангелии от Матфея 11 глава 30 стих. «Иго моё благо и бремя моё легко есть». «Я звал вас, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Любите друг друга, не судите, да не судимы будете, блаженны чистые сердцем». И всё это мы слышим на страницах Нового Завета. «И скажите, разве трудно исполнить эти заповеди? Разве не дали бы они, как и обещал, я покой душам вашим? Разве не я говорил вам, что началом и концом спасения вечного ваших трудов во имя будущей вечной жизни должно быть покаяние? Вы забыли, что я начал свою проповедь со слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вы не хотели себе напомнить слов, сказанных мною через моего апостола? Не обманывайтесь, ни воры, ни хищники, ни прелюбодеи, ни пьяницы. Царство Божие не наследуют. Не я ли сказал вам, если не покаетесь, все погибнете? И что же может сказать жалкая и несчастная душа наша в ответ на слова праведного судьи? Трепеща она может сказать своему Господу «О Господи, сколько раз я прогневляла Тебя, не исполняла Твоих заповедей и нарушала Твою волю! Сколько раз я слышала, как Ты стучался в мое сердце, а сердце мое оставалось глухим к Твоему призыву! Сколько раз, склятвую, я давал обещание потрудиться над своей душой, оставить свой греховный путь, и сколько нарушал я свое клятвенное обещание! Могу ли я теперь надеяться, о Господи, на Твое милосердие? Слышите, что говорит Господь Спаситель? Неправедных я пришел призвать к покаянию, а грешников. Никому из нас не поздно прибегать к ногам Спасителя и просить Его, молить Его покаянием отверзими двери жизнодавчим. Вот почему я и хочу напомнить всем нам, что наше покаяние должно быть настоящим, в полноте, совершенным и открытым. Раскаиваясь в своих грехах, мы должны припобедить в себе тупость памяти о совершенных грехопадениях и лукавство разума, который хочет изыскать пути к нашему самооправданию, и ленность и косность наших сердец, которые скупы на слезы раскаяния. Наше покаяние должно быть сокрушенным, подобным покаянию мытаря. Может быть, у каждого из нас есть какие-нибудь малые добрые дела, а они, несомненно, есть. Но об этом мы должны забывать и всегда, и особенно в минуты покаяния мы должны помнить только о своих грехах, как мытарь, бивший себя в грудь со словами «Боже, милостив буди мне, грешнику». Наше покаяние должно быть непременно связано с обещанием оставить свой греховный путь и не возвращаться на него. Иначе оно будет похищением у Господа благодати Его прощения, обманом, сознательным или несознательным перед лицом того, у кого мы ищем себе прощения во грехах. «И наша плоть, привыкшая ко греху, будет требовать от нас его повторения, и окружающие нас будут соблазнять нас ко греху. Но для того и подается нам в таинстве исповеди благодать Божия, чтобы мы всегда помнили, что мы не одиноки в этой внутренней духовной борьбе и чтобы в этом источнике благодати находили бы для себя силы противостоять натиску греха». Такое покаяние – чудодейственное покаяние. В Слове Божьем сказано, что душа такого раскаившегося грешника становится светлой, как снег, белой, как снег. Господь обещает нам, что Он не вспоминет на Своем последнем суде о тех наших грехопадениях, в которых мы принесли такое покаяние. Вот почему сегодня нежеланно было поразмышлять о покаянии, напомнив себе и всем нам о совершенных нами грехопадениях, переживая их, осуждая их со всей силой нашего раскаяния, горячо молясь Господу, чтобы не спасал Он нам в таинстве исповеди благодать покаяния и укрепил нас на истинном христианском пути. Мы не знаем, когда завершение земной жизни приблизится к каждому из нас. Принесем же такое покаяние, какое мы принесли бы перед порогом вечности. И дай Бог всем нам пережить радость прощения. Субтитры создавал DimaTorzok